Фактически США, конечно же, по факту перед Западной Европой в особенности, ну и, я думаю, что вообще перед европейским сообществом отвечает за стабильность Украины. То есть США не допустит никакой дестабилизации нового политического кризиса или нового социального кризиса, будет ограничивать российское вмешательство. Мы же понимаем, что если бы не это, то здесь бы, так сказать, уже половина бы людей толкнулись бы так или иначе в Москве, ожидая, когда их, так сказать, уже призовут в администрацию президента и назначат главными, так сказать, соратниками Виктора Медведчука. То есть, тем более, что есть и соответствующие, не надо скрывать, да, то есть, есть и соответствующий электоральный запрос, не на радикальный, но какие-то умеренно пророссийские силы, они легко могут набрать, особенно в юго-восточных регионах на выборах. Есть запросы страны-элиты на восстановление отношений с Россией, особенно экономических, ну, не имеется в виду каких-то крупных собственников. То есть, то, что такие силы не возникают, и то, что ни одна пророссийская сила не присутствует в украинском политическом пространстве, это, в общем, свидетельство того, что люди боятся. Люди боятся, люди просто боятся связываться, а боятся они связываться исключительно потому, что они опасаются, что могут последовать за это какие-то санкции со стороны США. Да, ну, неформальные, конечно, учитывая, что против любого украинского или российского олигарха легко принять неформальные санкции, учитывая, как доставалось это состояние, как оно хранится и где оно прячется, то я думаю, что это сильно. И потом российские олигархи, которые действуют в украинском пространстве, посмотрите, как активно пытался влиять на ситуацию при Януковиче Евтушенкове, да, помните, он даже приезжал и встречался с украинскими олигархами. Ну, теперь-то они уже не действуют или действуют? А МТС-то? МТС же, она же не изменила собственника. Или Бабаку, который тоже был какое-то время активным, правда, уже последние годы Януковича не было, он долгое время был активным игроком в украинском пространстве. Ну, и российские банки по-прежнему. Российские банки, ну, так сказать, Бабаков является монополистом на распределительных сетях, по-моему, восьми регионах Украины. Но мы же никак не видим, с его стороны, попыток этим воспользоваться, хотя я думаю, что, в принципе, как человек, для которого важно демонстрировать время от времени лояльность по отношению к российской власти, он мог бы. Что-то попытаться в политическую плоскость перевести свое влияние. Но он этого не делает, в том числе и потому, что все эти люди понимают, что если они начнут как-то заниматься дестабилизацией украинской ситуации, то немедленно последуют какие-то действия со стороны США. Субтитры создавал DimaTorzok